Доброе утро! Вас ждет завораживающее шоу самых ярких и талантливых участников. Ну и хотелось бы обратить внимание на наши новые статуэтки этого года, 2018 года. Это эксклюзивная работа скульптора Николая Чачасова. Эти две статуэтки достанутся победителям гран-при телепроекта «Две звезды» 2018 года, 6 сезона. Ну и спешу вам сообщить о том, что билеты уже в продаже в кассе Саха-Цирка. Ну и еще хочу поблагодарить нашего постоянного дизайнера Николая Версховцева за прекрасное оформление, визуальное оформление нашего проекта. Ну и хочется поблагодарить наших партнеров. Генеральные партнеры проекта – магазины «Узэкспо». Это якутские авторские ножи и хамусы. И «Мазэкспо» – мебель из массива по заказу, также столярные курсы. Наши официальные партнеры – студия звукозаписи Степана Афанасьева, магазины «Мобишоп». Самый лучший телефон «Мобишоптан» – айфон. Выбирают лучшие. Прекрасные наряды для прекрасных даб от «Анвечер». Эксклюзивные товары для охоты и активного отдыха от «Булчут ЕКТ». Это новый бренд товаров. Также вкусная, полезная и быстрая еда от «Хоккайдо Якутск» и «Грильбосс.ЕКТ». Но прежде чем мы встретимся в этой студии со следующим участником телепроекта «Две звезды», давайте посмотрим сюжет о других участниках. В этом сезоне нас порадует своим участием на проекте «Две звезды» актриса театра и кино Ильяна Павлова. А поддержит ее в дуэте певец-продюсер-композитор Семен Чирянов. Девиз проекта звучит так. «Доантливый человек, даантлив во всем». Эти слова характеризуют нашу следующую участницу телепроекта, уполномоченного по правам ребенка в республике Саха-Якутия Анну Соловьеву. Дмитрий Оргунов – известный журналист, блогер, телерадиоведущий. Ранее успешно принимал участие в танцевальном конкурсе, а в этот раз решил себя попробовать в вокальном искусстве. Пожелаем им удачи. Еще раз доброе утро. Я с удовольствием вам представляю нашего участника телепроекта «Две звезды» 2018 года, известного юриста, спортсмена и политика Александра Ким Кимен. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Отличное. Как же начинается ваше утро? Мое утро начинается с нового дня. На канале НВК Саха, потому что я считаю, что это очень позитивный канал. Ну и обязательно, наверное, зарядка, песня. Ну, безусловно. Но песня не совсем. Песню надо петь вечером. Хорошо. Вот мне очень интересно, каким же вы были мальчиком в детстве? Каким были ребенком? Ну, я был самым обычным мальчиком. Я рос в Покровске, это 70 километров от Якутска. В простой, обычной семье. Я с детства помогал своей матери. Она у меня была уборщица, отец был кочегаром. Но, тем не менее, они постарались сделать из меня человека именно вот простой народной педагогикой. И второе, конечно же, когда мы говорим о песне, для меня их пример. Моей матери Марии Дмитриевны Ким, моего отца Ким Николаевича, который во время каких-то вот наших советских праздников, 7 ноября, Новый год, там, или 5 декабря, День Конституции СССР, ну, был стол, были пирожки и были песни. Обязательно были песни. Да. Застольные. Конечно. И вот эти песни я до сих пор пою, и мы как бы из поколения в поколение передаем эти песни. И сейчас, как проходят ваши уже праздники, вашей семье? Ну, безусловно, значит, праздники в семье обычно проходят без приглашения звезды эстрады в обычном своем кругу. И каждый, конечно, волен спеть. Ну, сейчас больше популярны караоке, наверное, да. Но мы все же люди того времени любим петь шевьем. Это замечательно. А какие кружки вот в детстве посещали? Чем вы занимались? Всесторонние, наверное, все-таки развивались. Ведь у нас в Покровске, у нас в Покровске много-много разных кружков было и есть по сей день. Есть даже музыкальная школа. Ну, у меня было, не было детсадовского периода. Я сразу пошел в школу, а в музыкальную школу не ходил, потому что это было платно. Родители не могли позволить. Поэтому я ходил в РДК, там был духовой оркестр, и я дудил трубу под руководством Белоглазова. Вот, получается, вы занимались музыкой все же, да? Вот музыка же, она занятие музыкой детей все-таки на будущее очень хорошо организовывает, да? Ну, и развивается музыкальный вкус. Чем еще занимались? Ну, я хочу отметить, что на самом деле я очень хотел научиться играть на гитаре или на барабане в составе вокально-инструментального ансамбля, что было модно. Мы же росли период Битлз. И я хочу отметить, что именно обучаясь в педучилище, затем в Хабаровском пединституте, я все-таки научился играть на гитаре. И вот у меня есть песенник тех времен, который я писал от руки, потом его издал. Здесь, видите, вот как на гитаре, вот эти все аккорды записаны, поэтому я не слухач. Давайте покажем нашим зрителям. Я не слухач, поэтому вот по аккордам. Сколько, получается, у вас здесь песен вошло? И песни, я смотрю, это романтика именно вот 70-х годов, да? Да, там песни на якутском языке, на русском языке. И эти песни очень популярны. Я думаю, что в советских песнях был смысл не просто там о чем-то, да? Когда возобладает текст, больше, наверное, души было. Тем более тогда был БАМ, были комсомолы, да? Мы знали, то есть, получается, у молодежи того времени было понимание того, ради светлого будущего, чего они живут, да? Ну, комсомольские капустники – это нечто такое, да? Вот во времена комсомола нас научили дискутировать, выступать, быть аргументированными, быть эффективными. Я думаю, что это очень полезно, и приложить можно и к сегодняшнему времени. Но сегодня время совершенно другое. Наш мир, наша жизнь из реальной плоскости немного переходит в виртуальную, поэтому мы, конечно же, можем рассказывать о своих событиях в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере. Ну, каждые из этих социальных сетей, они отличаются, конечно, да, по подаче, по смыслу, по объему. Но, тем не менее, этим нужно пользоваться, надо быть в тренде, надо быть всегда вместе с жизнью. И в этом смысле, я думаю, что то, что вы меня пригласили на этот телепроект, я считаю для себя важным с точки зрения того, чтобы никогда не надо быть само спокоенным. То же самое я могу сказать о спорте. Раньше я занимался легкой атлетикой, настольным теннисом, якутскими прыжками, я являюсь мастером спорта. Ну, а в 48 лет я стал заниматься стрельбой из лука, в 50 стал мастером спорта. 51 побил рекорд республики. Какое место занимает песня в вашей жизни? Ну, песня, это, конечно же, считаю, что она занимает в моей жизни немаловажное значение и хорошее место. Почему? Потому что во время охоты мужики собираются возле костра и поют песни. Во время каких-то торжественных мероприятий я тоже, видя подарка, могу спеть. И в этом ничего предосудительного не вижу, потому что, невзирая на наш статус или должность, мы должны в первую очередь оставаться людьми. Вот. Ну и, конечно же, напутственные слова ваших родителей, которые вам слушают по жизни спутника. Может быть, эти же слова вы передали своим детям, а они уже, в свою очередь, своим внукам. Вашим внукам и детям. Да, это простые слова, быть честным, держать своё слово и быть целеустремлённым. Ну и ваши любимые песни, да, вот возвращаясь к вашему песеннику, да, вот, конечно, они все любимые, но есть, наверное, особенно любимые песни, которые у вас всегда на слуху, либо которые вы всегда исполняете, когда есть настроение хорошее. Ну, я люблю петь патриотические песни, как про Советский Союз, про товарища, но люблю петь и про любовь, конечно же, с глубоким смыслом, когда мы говорим и признаёмся в любви, мы становимся чище, мы становимся богаче. Когда вы сообщили о решении принять участие в своей семье, как отреагировала ваша семья? Ну, они во множестве своём мне многое запрещают, поэтому я не всё говорю. Но сегодня, я думаю, узнают. А вы мне не сказали, сегодня, значит, мы сообщаем через наш прямой эфир вашей семье, что вы приняли решение принять участие. И это уже факт. Да, это сюрприз, наверное. Да, и поэтому я хочу пожелать вашему проекту успехов, поскольку он не первый год, и пользуются успехом. Может, у вас когда-нибудь будет музей, поэтому я это дарю вам. Ой, спасибо. Я думаю, что нам ваш песенник очень поможет. Вот споёте, споёмте, друзья, 55 родом из СССР. Да. Я думаю, что теперь в следующих наших проектах мы будем показывать, давать посмотреть нашим участникам. Может быть, они, опираясь на ваш песенник, будут выбирать всё-таки песню для участия. Да. Ну и ваше новогоднее поздравление нашим зрителям. Ну, безусловно, новогодний праздник – это самый таинственный, самый ожидаемый. Поэтому я хочу пожелать в 2018 году всем успехов. Год очень ответственный. Мы будем выбирать главу государства, и мы будем, значит, выбирать новый состав парламента. И самое главное – это будет год 25-летия Конституции страны. И я хочу, чтобы каждый из вас реализовывал свои конституционные права и пользуясь Конституцией, был успешным. Мы вас тоже поздравляем и встретимся с наступающим Новым годом, и встретимся с вами и с нашими зрителями в Саха-Цирке на телепроекте «Две звезды». 12 звездных ярких пар соберутся в Рождество под куполом Саха-Цирка. Встретимся на телепроекте «Две звезды». Билеты продаются в кассе Саха-Цирка. В стоимость билета входит...